Утро на первом развлекательном продолжается. Сегодня у нас в гостях талантливые люди из солнечной южной Гагаузии. Да, светлое утро у нас будет сегодня в любом случае, потому что наша гостья утренняя родилась именно в поселке Светлое. И зовут ее Пелагея Стефогла. Пелагея, доброе утро. Доброе утро, Пелагея. Мы рады познакомиться с вами в рамках нашего утреннего эфира. Мы, пользуясь случаем, хотим передать привет абсолютно всей Гагаузии. Да, мы рады. Ну и хотелось бы начать с самого важного и самого главного. Как началось ваше знакомство с музыкой, со сценой? Ну вообще все началось с того, что мой папа, будучи еще юношей, очень увлекался музыкой. И, значит, когда он встретил мою маму, у них родилась такая вот мечта, чтобы у них появилась дочь. Вот. Появилась я. Вот. Первое мое имя было Валерия в честь отца. Но папа все-таки это решение изменил и назвал меня Полиной. Сказал, что это музыкальное имя, и я должна быть Полиной. В общем. Историческое имя ваше Пелагея. Пелагея. Откуда же третье имя возникло. Да, но дальше, в общем, меня, когда вот меня крестили, меня в церкви назвали Пелагея. То есть вот получается, что я иду, сценический мой образ и имя Пелагея. Именно потому что крещеная Пелагея. Здорово. Помогает ли вам, может быть, при этом Господь Бог? Вот. Верите ли вы в Него? И какими достижениями на сегодняшний день действительно певица Пелагея, Стефоглов, может гордиться и может поделиться ими с нашими зрителями? Ой, ну я очень горжусь вообще в жизни. Мое самое главное достижение – это моя семья, мои дети, мой муж. Я этим горжусь. Это самое мое большое достижение. Но что касается творчества, я, несмотря на то, что уже были какие-то награды, я не скажу, что это сверх достижения, еще все впереди. И я еще очень многому, очень многое покажу своему зрителю. Поэтому все, впереди все достижения по творчеству. По каким критериям вы выбираете песни для собственного репертуара? Как давно вы профессионально взялись за это дело, да? И сколько в вашем персонале песен? Ну, на данный момент мы только начали заниматься профессионально именно. Почему вы говорите «мы»? Потому что «мы» – это я и мой муж Михаил, мы вместе этим занимаемся. То есть это моя поддержка, моя опора. Все вместе советуемся, все это вместе делаем. Поэтому я всегда говорю «мы». И, значит, моя первая песня была написана, естественно, и посвящена была ему, моему любимому. Она называется «Люблю». Вот. Многие уже ее слышали. Я ее презентовала в Камрате на Дне города. Мои песни вообще о чем? Почему? Какие песни я выбираю? Я предпочитаю с глубоким смыслом песни. То есть мне нравится, чтобы в песне рассказывалось о чем-то, о каких-то чувствах. То есть даже бывает, неважно, может, это большая любовь, а может быть, это безответная любовь. О чем моя вторая песня, которая называется «Уходи». Вот. После «Люблю» сразу «Уходи». Сразу «Уходи». Это к другому человеку. Это о другом. Многие задают вопросы, конечно, что и как, почему. Многие думали, что «Ой, а вы что, развелись, а вы что, расстались?» Вот так, видите? Вот так происходит, когда поселок маленький. Да, а сколько лет вы вместе с другом? Мы уже живем 11 год вместе. У нас двое прекрасных деток. Ой, как все здорово. Ну и цель ваша такая, вот, которые вот начались совсем недавно, как вы говорите, да, и к чему хотите прийти? Конечно же, в любом деле мы с мужем всегда хотим достичь высот. И даже в этом деле мы планируем, конечно же, много чего. Мы хотим добиться больших успехов. Ну, это, например, альбом, это, например, концерт. На данный момент мы работаем над первым нашим дебютным моим альбомом. Альбом. Очень много стало музыки, в общем. То есть, и вы фильтруете? Да, мы, конечно, все это фильтруем. И мы стараемся подобрать именно то, что мне подходит, то, что мне подух. То есть вы очень так скрупулезно? Скрупулезно очень, потому что, конечно же, хотелось бы, чтобы мои песни жили, чтобы они остались в народе. И чтобы люди, когда услышав, допустим, какую-либо песню из моего репертуара, сразу понимали, что это Пелагея Стефогла поет. Песня из вашего, я так понимаю, репертуара прозвучит совсем скоро. Ну, в принципе, это совсем скоро. В августе на Тюрквижен. Есть Eurovision и есть Тюрквижен. Я так понимаю, вы будете представлять нашу страну на этом конкурсе. Мне посчастливилось представлять Молдову. Молдова впервые будет участвовать как самостоятельная страна. Это впервые будет. То есть я дебютирую вместе с Молдовой на этом масштабном конкурсе. А в этом году он вообще будет широко масштабный, потому что он проводится в Казахстане в рамках Экспо. И, значит, ожидается очень большая, такая красивая, шикарная сцена. Очень будет все замечательно. Дорого. Дорого, красиво. Значит, песня будет новая, совершенно новая, на турецком языке. На турецком языке? Да, потому что это Тюрк. Тюрквижен. Там все должны петь на турецком языке? Все должны петь не на турецком, а на одном из тюркских языков. То есть в этом году достаточно масштабно будет проводиться. Восемь стран только дебютируют. Помимо тех, которые уже принимают. А сколько этот конкурс вообще живет? Вообще этот конкурс 2013 года впервые. Молодой, да. Да, он проводился впервые в городе Ски-Шехер, в Турции. В общем, и с каждым годом все наворачивает, наворачивает обороты. В этом году уже будет порядка 25 стран участвовать. Да, мы готовим все очень масштабно. Мы уже целый год к этому конкурсу готовимся. Вот, и вы готовитесь. Это даже круче, можно сказать, чем Евровидение, так скажем. Более углубленнее, потому что там будет шоу восточное. И немножко открою тайну. В нашем шоу будут задействованы чемпионки Европы по восточным танцам. Да, это будет просто, конечно же. Я хочу, конечно же, очень хочу представить Молдову достойно. Чтобы вот гордились, чтобы говорили, вот, это Молдова. Мы желаем вам удачи. Вы знаете, когда-то, сколько лет назад? 10, 11, 12? Каково, если? Когда в общество представляли Молдову на Евровидении. Впервые. Пока до сих пор никто не смог побить их результаты. Тогда они заняли шестое место, чему мы очень-очень рады до сих пор. Вот вам мы желаем, ну, как минимум, с таким же результатом выступить на конкурсе Тюрк Вижн. Мы к этому и идем. Мы стремимся быть, конечно же, в тройке сильнейших. Ну, естественно, не отпустим вас без того, чтобы вы не показались в таланты. Мы не отпустим. Знаете, еще без чего? Пообещайте, что перед конкурсом вы придете к нам и обязательно покажете этих чемпионок по восточным танцам. Ну, постараемся. Вот мы будем очень-очень рады, чтобы именно в утреннем эфире на телеканале СТС вы презентовали вашу песню. Посмотрим, постараемся. Ах, пытались мы уговорить, но я думаю, еще пообщаемся мы за эфиром. Действительно, совсем скоро в нашей программе презентация песни «Уходи» певицы из Гагаузии, Пелагея Стифогла. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok